Праздник воздвижения Креста Господня Этот праздник относится к 4 веку христианской эры и служит нам напоминанием о той крестной жертве Христовой, которая была принесена Богочеловеком за искупление всего человеческого рода, для спасения всего мира. В 326 году равнопостальным царем Константином, а точнее даже матерью его равнопостальной Еленой, в Иерусалиме был найден животворящий Крест Господень, на котором некогда был распят сам Христос Господь. На протяжении всей христианской истории Крест являлся для нас символом радости, торжества, победы Христа над дьяволом, добра над злом и жизни над смертью. О Кресте Господнем святитель Иоанн Златоуст, современник тех событий, писал такими возвышенными поэтическими словами «Где крест, там жертва, где жертва, там искупление, там примирение с Господом, там праздник и радость». Воспоминая воздвижение животворящего Креста Господня, мы радуемся о том, насколько дорог Богу-Творцу сотворенный им мир, насколько ценные и любимы созданные им люди, и на что готов наш Господь ради искупления и ради спасения всего человеческого рода. В Евангелии от Иоанна, которая звучит в храмах в эти дни, есть такие восхитительные слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего единородного Сына, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел бы вечную жизнь». Радость именно об этом искуплении человечества от грехов и одарования вечной жизни и составляет сердцевину празднования воздвижения Креста Господня. «Приветствую всех собравшихся. В нескольких словах хотел бы озвучить основные вещи, которые, наверное, хотелось бы услышать присутствующим. Ответить заранее на практически всегда задаваемые вопросы. Конечно, я только что начал знакомство с городом, с епархией, с храмами города, и поэтому я могу ответить только на те вопросы, на которые я уже сейчас знаю ответ или догадываюсь о его существовании. Но для начала я хотел бы сказать несколько слов о том, в чем, по моему мнению, заключается служение правящего архиерея и церковная жизнь в епархии. Первая и главная обязанность архиерея – заботиться о том, чтобы церковь могла осуществлять свое служение на той или иной территории, в данном случае территории области, и проповедовать Христа. Подчеркиваю, это главная обязанность, из которой вытекают все остальные. Вообще слово «епископ» переводится на русский язык как «надзиратель». Это человек, который в прямом смысле руководит церковной жизнью и отвечает за порядок в церкви. Согласно канонам, это законы, по которым живет церковь, епископ является верховным учителем веры в своей епархии и главным правителем ее дел. На епископа возложено проповедание Евангелия и распространение христианского учения в епархии послова апостола. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием. Недавно мне сказали как-то в одной из моих бесед с журналистами, не здесь, что в массовом сознании епископ – это человек, который приходит и просто благословляет все, а вся основная работа выполняется без него. На самом деле это не так. Всегда есть необходимость в том, чтобы что-то организовать, продумать, посоветовать, руководить исполнителем. Так что зона ответственности архиерея – это внешнее и внутреннее устроение церковной жизни в епархии. Для себя я как-то достаточно давно сформулировал две основные современные задачи для любого архиерея. Это строительство новых храмов в городах. Почему в городах? То есть там, где живут люди. Мы знаем, что у нас есть огромное количество старых разрушенных храмов, которые находятся в остатках наших сел, а порой даже просто в чистом поле или в лесу. И несмотря на всю боль, которую каждый не просто верующий, а вообще нормальный человек испытывает, глядя на эти все еще величественные руины, надо признать, что основная задача церкви – это воспитание людей. И поэтому церковь должна присутствовать в первую очередь там, где эти люди есть. Вот поэтому строительство новых храмов там, где живут люди, забота о памятниках архитектуры там, где люди уже исчезают. И вторая, точнее третья, наверное, самая главная забота архиерея – это воспитание самоотверженного и благочестивого духовенства, которое могло бы исполнять свое служение, как сказано в старинной русской народной поговорке, не ради Иисуса, а не ради хлеба куса. Вот, собственно говоря, основная задача архиерея. В свое время, вы знаете, что я 17 лет пробыл в Саратовской епархии, и, конечно, какое-то время я буду все, что вижу здесь, сопоставлять с тем, к чему я привык, и что я видел, и что я делал в Саратове. И вот за эти 17 лет мы построили там и открыли довольно много храмов. Когда я в 2003 году приехал в Саратов, там в городе было 14 приходов. Когда я уехал, их стало 64. Около 40 приходов было на территории области, сейчас их более 400. Вот такое достаточно большое увеличение постоянно действующих храмов. Но сегодня храмы должны быть в шаговой доступности. Так когда-то это было в России. Вспомните замечательный русский город Суздаль, на храмы которого у большевиков, скорее всего, просто не хватило динамита или не дошли руки. Или на открытке того же старого древесионного Симбирска мы видим просто лес, куполов и колоколин. И, конечно же, выйдя из дома, не предпринимая для этого каких-то особых усилий, каждый человек и летом, и зимой мог прийти в свой приходской храм, побыть на службе и помолиться. Я убежден, что и сегодня для того, что поход в храм не должен становиться для человека таким каким-то чрезвычайным событием, когда ему нужно выбираться из дома, особенно зимой, вслякать в гололед, когда нужно ехать с пересадками на двух-трех видах транспорта, и любое путешествие в храм становится действительно путешествием. Нет, человек должен иметь возможность прийти в храм, не предлагая к этому очень больших усилий. Подобная ситуация к наличию храма в городах дает возможность образования при них настоящих приходских общин. Потому что когда на микрорайон, в котором живет от 100 до 300 тысяч человек, существует один, максимум два храма, то ни два, ни три, ни пять священников, находящихся в нем, не могут полностью удовлетворить духовные запросы потребностей верующих людей, потому что это невозможно. Поэтому там, где храмов много, количество прихожан выравнивается достаточно быстро, и при храмах, по крайней мере, создаются условия для того, чтобы создать при каждом храме полноценную приходскую общину, а не просто некое такое вот место, куда люди приходят потоком, проходят через него для того, чтобы, как говорили уполномоченные по делам религии в советские годы, удовлетворить свои культовые потребности. Посмотрим, как удастся эту проблему решить здесь, на Ульяновской земле. Еще одна задача архиереев сегодня – это, конечно, реставрация и консервация исторических храмовых зданий, о чем я уже упомянул. Во многих областях Центральной России, особенно в сельской местности, сохранилось множество таких величественных руин, которые требуют восстановления или хотя бы консервации. Обязанность архиерея, еще одна – это посещение приходов. Иногда говорят, а почему-то, Владыка, что это не сидится ему на своем месте, вот он едет то в одном приходе послужит, то в другом приходе. Дело в том, что посещение приходов – это уставная обязанность архиерея, и когда архиерей рукополагает, он дает присягу, в которой он обязывается посещать все приходы своей епархии регулярно, хотя бы однажды в год. Я хотел бы привести цитату из высказывания святейшего патриарха Кирилла. Архиерей должен знать всех своих священников, он должен знать, чем они дышат, какое у них настроение, какое у них положение в семье и какое образование. Он должен точно знать, что происходит на каждом приходе, есть ли там какое-либо развитие или нет, служит ли священник ревностно или, простите, больше всего думает о деньгах, восстанавливаются храмы или нет, собирается молодежь или нет, совершаются дела благотворительности или нет, издаются приходские издания или нет, каждый архиерей должен все это знать и видеть. Конец цитаты. Особого внимания архиерея требует духовное образование. В Саратове у нас была семинария, семинария-то последние годы, занимала верхние строчки рейтинга, вот на сегодняшний день она в рейтинге семинарий, вторая из 39 имеющихся. Здесь пока семинарии нет, хотя до революции она была, но я уже начал знакомиться с тем, как обстоит дело духовного просвещения в Ульяновской области, провел встречу с руководителями и преподавателями воскресных школ и думаю, что эта сфера церковной жизни требует особого приоритетного внимания. Архиерей в основном несет ответственность за взаимоотношения епархии с государственными, общественными и прочими организациями за законность всех ее действий. К тому же митрополит призван поддерживать общение с другими архиериями епархий, находящихся в пределах одного региона и, как говорится в положении о митрополиях, преподавать им братские советы. Ну и целый ряд других обязанностей повседневных составляют то, чем занимается архиерей. Ну, кроме того, я достаточно часто служу, в этом я Нинов, велодокий Иосиф, я знаю, тоже часто и регулярно совершал богослужения, потому что богослужение – это основное дело каждого священнослужителя, в том числе архиерея. Вот эти принципы архиерейского служения и обязанности, которые я надеюсь исполнять и в Симбирской митрополии. А теперь я готов ответить на ваши вопросы. – Позвольте, аргументы и факты Сергея Юрьевна. У нас в свое время архиепистов Прохов служил довольно долго, до самой смерти. – Да, я знаю. – Потом очень часто менялись положители. Вы тоже служили в Саратове довольно долго, как я понял. Надолго ли вы к нам и, ну, скажем так, не знаю, может быть, это не к вам вопрос, а мне это вообще интересно. – Вы знаете, мне тоже это интересно, но этот вопрос действительно не ко мне. Я не могу обсуждать решение священно-начали. Так произошло. Это все, что я могу ответить вам на этот вопрос. Я готов служить здесь до конца своих дней. Я не предпринимал никаких усилий для того, чтобы сюда попасть, и я не буду предпринимать никаких усилий для того, чтобы отсюда каким-то образом уехать. Поэтому я готов служить здесь до конца своих дней. – Спасибо. – Пожалуйста. – Да. – Хорошо, здравствуйте. – Добрый день. Меня зовут Лена. Я представляю здание 73-м. И, ну, вот, как коллега предусчитала, вы, наверное, знаете, что у вас второй части у нас митрополиты. И в одном из ульяновских пабликов в социальных сетях, сейчас уже не скромно, то есть не в таком, сказали, что к нам направляют митрополитов как на ссылку. А как вы воспринимаете свое назначение? – Нет, я так не воспринимаю ни в коем случае. Ну, во-первых, это просто несправедливо. Это было сказано от какой-то обиды, наверное, людьми, которые это написали. Я не воспринимаю это как ссылку. И я не вижу даже формальных поводов это воспринимать как ссылку на нормальной епархии. Да, действительно, для того, чтобы та или иная территория устойчиво, стабильно развивалась, конечно, нужно, чтобы не было такого частой смены руководства. Но ведь у вас, помимо всего, я хочу напомнить, Владыка Прокл, он скончался. Ну, он замечательный был человек, его любили многие, я его знал достаточно хорошо. Но человек просто вот всю свою жизнь прожил здесь и здесь на кафедре умер. Вот. Владыка Анастасий, насколько я знаю, воздожил до пенсионного возраста и ушел на пенсию. Поэтому здесь как-то надо немножко вот как-то успокоиться с такой вот боязнью, с таким каким-то, с таким надрывом, да, не воспринимать происходящее. Мне кажется, так, а там посмотрим. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Поступил вопрос о том, как трактовать и понимать слова из молитвы «Отче наш, не веди нас во искушение». Достаточно продолжить эту молитву и закончить ее, но избави нас от лукавого. И сие окончание и дополнение дает нам ответ на всю суть и трактовку на этот контекст, который иногда возникает у нас в вопросительном варианте. Не веди нас во искушение. Господь не вводит в искушение, ибо Он априори все благ, вселюбящий и есть любовь. Он дает нам все возможности для стезей, направленные на гавань спасения. И мы, в корабле церкви, находясь, стараемся идти именно в теплом течении навстречу желаемому, желаемому для спасения души. Когда мы уходим от пути, пунктира, именно того направления, которое для нас самое благостное и душеспасительное, мы противимся воле Божией. Именно это и является препятствием. И те рифы, на которые мы нарываемся, это лишь результат нашего игнорирования. Не узревая для себя света маяка Христовой евангельской истины, мы размышляем для себя о том, что мы сами, мы я и мы самодостаточны. Здесь происходит глубочайший самообман. И вводимся мы в искушение. И вот именно эти слова «не веди нас в искушение» трактовать необходимо так, чтобы Господь оградил нас через наши молитвы немощных, просительные, покаянные, от этих препятствий. И ввести нас именно на путь душеспасительного созерцания Бога, которое должно венчаться в хождении в Царствие Небесное. Дорогие братья и сестры, поступил вопрос, можно ли находиться в храме на божественной литургии, но не причащаться? Подойдем к этому вопросу ответом а контрарио, от обратного. А не будет ли это совершенно неправильным, если мы не придем в храм вообще? Всякое даяние блага от Господа быть есть. И мы, все желающие для себя благости не только материальные, но и духовные, в первую очередь, в приоритете своем, то, находясь в храме, мы уже устремляемся к правильному видению и образу жизни и мышлению, самое главное. Не всякий раз на литургии мы можем причащаться, но это желательно, но ведь причастие подразумевает под собой именно правильную, достойную подготовку к принятиям святых христовых тайн. Тело и кровь Христова входит в нас недостойных и даже при полном прочтении канона к причастному, правила, акафистов, молитв ко святому причастию, мы идем на исповедь. Почему? Потому что всю чернь, всю грязь внутренне собранную, мы должны сконцентрировать и духовно, хирургически удалить от себя. Природа не терпит пустоты, и вот эту пустоту, эту каверну, исчерпаемую через покаяние, мы заполняем благодатью Святаго Духа. Когда мы, находясь в храме, даже не на литургии, просто зайдя, поставить свечу как символ горения наших сердец. Преклонившись перед святыми образами, просим, моля Бога о себе, о своих близких, но это лишь сопровождение того, что в христоцентричном мышлении мы должны для себя определять как причастие в приоритете для своей жизни. И вот именно в центре, когда мы ставим Христа, мы определяем для себя, что тело и кровь Христова для нас весьма и главное, а все остальное лишь вспомогательное, сопровождающее к этому. Придя на литургию, мы можем присутствовать, причащаться надо, но ведь причастие сопровождается и некими воздержаниями для сдерживания собственных порывов, пороков, страстей и грехов, и мы останавливаем себя, как запыхавшиеся, мы отдышавшись, придя в храм, принимаем святое причастие. Мы, придя к чаши, принимаем самого Христа и в недостоинстве своем измышляем о том, что наши мирские заботы, никуда неотъемлемые от нас, мы совершаем также в исполнении нашей совести. не всякой литургии мы можем подготовиться, ибо заботы наши и домашние, труждения наши на наших работах, заботах о наших детях, сродников и родителей заставляют нас пребывать не вне рамках мирских, а именно в них находящихся, ибо мы сотворены и во времени, и заботы наши от нас никуда не уходят, лишь копятся изо дня в день. Поэтому, уделяя час своей жизни молитве, два часа мы обязательно используем на свои мирские благоустроения. Господь не осуждает это, Господь лишь призывает о том, что придя в храм, мы должны измышляться именно Господом нашим Иисусом Христом, и пребывать в Нем, впускать Его в свое сердце, и расширять свои познания о Боге, ибо чем больше мы будем познавать Бога, тем больше будем понимать, в чем корень наших зол. Бога, ибо как ибо что они они будут им Продолжение следует...